Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Дмитрий Корнячук на связи прямо сейчас. Дмитрий, здравствуйте. Да, приветствую. Дмитрий, ну, как бы тревожно становится. Тут уже западная пресса во всеуслышание пишет о том, что Израиль на пределе возможностей. Украине не хватает оружия, ну а Байден срочно покидает там свое публичное выступление, потому что бьют по базам Соединенных Штатов Америки. Вот я просто почему вот это сложил в один ряд, да, потому что вот еще когда вот там две недельки назад, ну там седьмого числа, ну как-то вот не предвещало все, ничего подобного. А тут мы видим, что развернули ситуацию именно вот в это русло. Зачем? Ну, на самом деле я сразу говорил, когда эта вся история произошла, что будут разводить драматургию, специально там ее будут высасывать из пальца, потому что с одной стороны там есть договоренности о том, что должны будут разобраться с Хамасом и выйти там на новые договорняки, условно, на Ближнем Востоке по взаимоотношению Палестины и Израиля, по взаимоотношению там Израиля и Ирана на новую ядерную сделку. Никто из окружающих государств, ясное дело, не должен вмешаться в войну в секторе газа, но при этом надо же создавать драматургию для того, чтобы, ну никто же не догадался, что там как бы все согласовано, что никто не будет вмешиваться. Мало того, надо создать картинку того, чтобы, ну, отвлечь внимание полностью от Украины, выделить максимальное количество денег Израилю, показать, что все вооружение должно будет пойти в Израиль и для Украины не хватает, потому что там, можно сказать, мир стоит на пороге Третьей мировой. И вот надо эту вот драматургию постоянно как бы из пальца высасывать. При этом никто не собирается проводить особо кровавую военную операцию в секторе газа, что уже, в принципе, ясно, да, потому что американцы и Израиль должны же сохранить лицо перед арабскими государствами, там, перед Китаем, перед Ираном, перед Россией, которые выступят посредниками, потом и всех будут мирить. Поэтому вроде как война должна будет идти, там, операция, да, по уничтожению Хамаса. С другой стороны, вроде как с минимальными жертвами, чтобы там все сохранили лицо и не было там, ну, как бы, какой-то точки невозврата. Но при этом надо же еще показывать драматургию, что Иран якобы вмешивается. Хотя Иран, ясное дело, вмешиваться не собирается. Мало того, Иран по договоренности еще и Ливан удерживает, чтобы Хазбала не вмешивалась. Поэтому придумали историю про какие-то проиранские группировки, которые наносят удары беспилотниками по американским базам в Ираке, в Сирии. Значит, там высасываются из пальца другие про какие-то террористические группировки, которые угрожают, ну, ясное дело, там, по команде Ирана. Поэтому сейчас надо увеличивать поставки вооружения уже и на американские базы. Ясное дело, патриоты надо, конечно же, туда передавать новые. Соответственно, для Украины не будет патриотов, потому что, как говорится, извините, но важнее же жизнь американских военных, которые надо защищать от террористов. И плюс вот эти вот публикации о том, что вот, Израиль на пределе возможностей, у них все заканчивается. Почему они на пределе возможностей? То есть не начата еще военная операция. По сути, нету ни расхода большого там ни авиабомб, ни снарядов, но они уже почему-то якобы на пределе возможностей. То есть зачем это все рассказывается? Для того, чтобы объяснять, почему то оружие войти в Украине пойдет в Израиль. Потому что, ну вот уже на пределе возможностей они. И при этом будут показывать картинку Украины, где в Украине, по сути, наступление на юге уже не продвигается. Есть только несколько точек обострения, одна из которых Авдеевка. Никаких марсированных ракетных обстрелов. То есть, по сути, здесь уже там де-факто можно говорить о том, что идет позиционная война на линии фронта, такая себе уже практически состоявшаяся заморозка. Будут вот эту вот картинку показывать. А потом будут там в Израиле начало военной операции, там какой-то будет движняк, взрывы, погибающие мирные люди, еще что-то. И будут говорить, ну вот вы же видите, вот там активные действия. В Украине уже все практически закончилось. То есть, в Украине уже зачем сюда поставлять оружие, зачем сюда выделять большое финансирование? Это все уже неинтересно, потому что Путин, как сказал Байвин, стратегически в Украине уже проиграл. Теперь все должны заняться Хамасом. А для чего оружие? Потому что там же страшный Иран якобы может напасть. Поэтому надо, соответственно, показывать, что у Израиля и у американского военного контингента, которые подтянули туда в Средиземное море поближе к Израилю, есть там большое количество вооружения, новейшего вооружения. Ну что, он испугался и не напал. Потому что потом же будут еще рассказывать басни о том, что Байден не только остановил Путина в Украине, он же еще и Иран напугал. И, соответственно, так напугал Иран, что Иран не только не вмешался в войну в секторе газа, но еще и Иран и согласился, к примеру, на подписание новой ядерной сделки. Иран согласился на то, чтобы быть посредником в подписании каких-то договоренностей с Палестиной. Ну, в общем, такой вот напуганный будет Иран. Это вот там новая будет картинка. И, опять же, все это, к сожалению, является определенной договоренностью, к сожалению, является сценарием, действительно, где сценарий вот этой вот конфликта войны на Ближнем Востоке специально согласован по времени так, чтобы он перекрывал собой Украину, чтобы под шумок выйти на заморозку в Украине. Мало того, эту историю в Израиле и в секторе газа хотят растянуть уже на три месяца. Я не знаю, что там три месяца можно делать, но пытаются показать о том, что это будет там многомесячная операция. Это значит, это будут там авианалеты на газу, потом, значит, там будут еще какие-то бомбы, ракеты и там медленные какие-то там рейды сухопутные, не спеша там будут... Ну, короче, придумывают нам какую-то историю для того, чтобы это растянуть на месяцы, да. Ну, а заодно под шумок перенаправляют и максимальную военную помощь Израилю, и финансовую поддержку Израилю. Ну, и тема Украины окончательно будет закрыта. Я правильно понимаю, вот здесь просто сейчас очень важно заакцентировать. Это очень циничный акцент, я предупреждаю всех сразу. Ну, вот я просто беру на вскидку. Никого не хочу обидеть, ну, понятно. То есть, есть Израиль, да, там есть там условно там полторы тысячи потерь Израиля, там, пускай даже заявляют пять тысяч в секторе газа. Ну, давайте накинем еще, пускай условно десять тысяч потерь, да, вот с обоих сторон, ну, за вот этот период времени. Безусловно, кровь, ужас и кошмар. Пять раз оговорюсь. Но просто вот этой, получается, кровью останавливают кровь в Украине, где перевалило, там, я не знаю, за сотни тысяч, если так, с обеих сторон, и с людьми, и с мирными, и со всеми. То есть, получается, это, ну, в этом смысл? Ну, получается, да. Ну, грубо говоря, но только не останавливают. Вот останавливают кровь, знаете, это когда не допускают войну. То есть, то, что мог сделать Байден в двадцать первом году и в двадцать втором году. Когда допускают войну, да, когда уже устраивают бойню, а потом эту бойню замораживают по договоренности, то это, знаете, остановить пролитие крови. Это просто уже там выйти на какой-то согласованный, опять же, там, сценарий. Тем более, Путин, опять же, захватил все те территории, которые ему, в принципе, нужны. И завершить этот сценарий, то есть, просто Украину поставить перед фактом, что да, у вас сотни тысяч людей погибли, у вас забрали территории, у вас разрушены города, у вас в стране трагедия. Но нам наплевать на это все, да. И все ваши жертвы, ну, это ваши проблемы, сами, мол, виноваты, что вы сопротивлялись. Надо было сразу, мол, на те сценарии, которые вам предлагались. Раз вы не согласились, значит, вас тут поубивали всех. И теперь вы все равно пойдете на заморозку войны, никуда вы от этого не денетесь. Ну, вот так это цинично звучит, да. При этом, опять же, что делает Байден? Он, Байден, переключает полностью, внимая Ближний Восток, хотя, конечно же, публично говорятся совершенно иные вещи. И в обращении к американцам Байден же рассказывает о том, что и важна Украина, и важен Израиль. Правда, мало кто обратил внимание, да, что при этом Байден называет Хамас террористами, а Путина просто тираном, ну, а кто, как бы, знает значение слова террористами, то, в принципе, Байден ему сделал комплимент и, по сути, специально отбеливает Путина. То есть мы два года говорим о том, что террорист, который использует в Украине террористические методы, а Байден говорит, нет, террористы – это Хамас. А Путин – это просто тиран, да, тиран, который вот там захватывает территорию Украины, который хочет побороть демократию там, и вообще он такой. Он не террорист, а это очень, на самом деле, важные термины. В дипломатии они же имеют значение. То есть когда подобными формулировками мирует Байден, да, это показывает, что нет никакой реальной конфронтации между Байденом и Путиным, на самом деле. То, что они постоянно находятся на контакте, это как бы доказывает, да. Поэтому такие вот аккуратные формулировки, потому что будут еще какие-то потом встречи, какие-то переговоры совместные и так далее. И все должны себе оставлять, как говорится, публично возможность встретиться, потому что никто же никого как бы не называл плохим словом. Я, кстати, напомню, даже тогда, когда с Байдена вытянули термин, что Путин убийца, то Байден как бы спросил это журналист, Байден как бы кивнул головой, там мол, типа да, ну поскольку он же не мог сказать другое, да. Но было бы, на самом деле, так не думать. Потому что на самом деле Байден и Путин, они похожи. Они действуют одинаковыми методами. Они друг друга прекрасно понимают, у них одинаковое мировоззрение, у них договоренности определенные и просто как бы разыграют нам хорошего и плохого. Так вот к чему это все говорю? Да, что к большому сожалению сейчас, судя по всему, да, вот этим вот сценарием на Ближнем Востоке, который опять же не случайно появился. То есть все идет, то есть появился согласованный информповод и определенные там сценарии, да, которым отвлекают внимание от Украины и выходят уже на новые договоренности. То есть, но почти. Потому что есть определенный бартер, да, потому что Байден дал Путину часть Украины, как это надо было Путину, а теперь Байден от Путина, ну как бы забирает должок. Соответственно, Путин Байдену помогает начать войну против Хамаса. И тут у меня как бы воприятие было России там через Иран или напрямую на Хамас и на сам этот процесс вхождения в Израиль, создать повод для войны. Дальше мы понимаем, что Путин будет помогать выходить на некие там договоренности между Израилем и Палестиной после того, как будет уничтожен Хамас. И Путин будет помогать выходить на договоренности с Ираном, новую ядерную сделку. И тут тоже, соответственно, как бы и Путин, и Китай, который тоже помогает. Вот, получается, партнеры Байдена в этом вот сценарии, который сейчас как бы следующий выстраивается после Украины. То есть, в Украине закончили сценарий и перешли к следующему сценарию на Ближнем Востоке, полностью как бы вытеснив из информпространства тему Украины и закрыв ее. Как перед этим, к примеру, темой Украины полностью закрыли аферу с коронавирусом. Куда делся коронавирус? Как он возник? Что это было? Кому это уже как бы интересно? Все про него забыли. А когда-то все задавались вопросом, ну это же, наверное, навсегда. Откуда он появился, этот коронавирус? Да, в новых реалиях всегда и так далее. Оказалось, нет. Оказалось, вот видите, война в Украине все полностью стерла. Теперь война в Израиле сотрет войну в Украине. Потом какой-то новый сценарий, какая-то очередная война, она сотрет сценарий с войной в Израиле. И вот так вот постоянно работают все вот эти вот схемы, которые, опять же, случайно не возникают. И еще раз повторяю, внимательно посмотреть на реакцию арабских государств, посмотреть на реакцию Ирана, на реакцию Китая, на реакцию России, то понятно, что Байден имеет добро на то, чтобы Израиль провел зачистку Хамаса. То есть в реальности никто выступает против. Даже Аббас, глава Палестины, тоже, ну давайте говорить откровенно, против не выступают. И единственные, как бы там, якобы возмущения глубокие, которые все высказывают, это по поводу мирных жертв, которые могут быть в секторе газа. Поэтому сейчас эту операцию планируют так, для того, чтобы пострадало минимальное количество мирных людей. И Соединенные Штаты будут напрямую руководить этой операцией. Почему будут руководить операцией? Потому что, как говорится, а кому это можно доверить? Вот как в Украине, после того, как украинский народ разрушил все эти планы, которые были 24 февраля, Соединенные Штаты конкретно, да, напрямую руководили процессами наших наступлений, да, и делали так, чтобы, когда надо было, Украина наступала. Когда не надо, Украина не наступала. Я еще раз подчеркиваю, что именно Соединенные Штаты не дали нам наступать летом прошлого года, пока Путин не укрепился в Херсонской и Запорожской области. И, по сути, дали Путину год запаса на то, чтобы укрепиться в Запорожской области так, чтобы невозможно было пробить эти линии обороны. И это все было по согласованию с американцами. То есть, на самом деле... С другой стороны, вот здесь очень важный момент. Если все по согласованию с американцами, то вот эти материалы Вашингтон-Пост о роли ЦРУ в спецоперациях, ну, они прям носят какой-то сенсационный характер. Казалось бы, все об этом знают, слышали, но никто вот так вот не собирал все эпизоды, да, вот таких действий разведки украинской. Ну, одно, ну, только два факта, да, вот таких очень важных, громогласных, что сразу после Майдана началась работа, вкладывались деньги, ресурсы, ну, ЦРУ, спецслужбы украинские. То есть, начинали еще тогда. Это один момент. А второй момент, на чем акцентирует Вашингтон-Пост, что все большие операции, исключительно с разрешения Зеленского. Ну, и поехали там Дуги на Крымский мост, ну, и так далее, и так далее. Там целый спектр вещей, за которыми уже стоит ЦРУ. Дмитрий? На самом деле, я вот эту публикацию Вашингтон-Пост рассматриваю как один из многочисленных элементов дискредитации Украины, которыми занимаются Соединенные Штаты. Перед этим же уже были ряд публикаций. К примеру, тот же Вашингтон-Пост писал о том, что якобы украинцы взрывали северные потоки. Да, ну, как бы, конечно, кто же еще мог взрывать северные потоки, кроме Украины. Да, причем взрывать так, чтобы, естественно, взрывать не все там нити северного потока, а специально осталась одна нитка северного потока-2, через которую Путин готов в любой момент запустить газ в Европу и использует это как элемент шантажа. То есть, хотите в Германии российский газ, снимайте санкции северного потока-2 и запускайте. Да? То есть, вот такие вот страшные украинские террористы, которые вот практически вот Путину подыграли и вот не все взорвали, а вот оставили, видите, как вот. Вот умеют же, да, так работать. Потом были публикации о том, что якобы украинские спецслужбы хотели что-то в Сирии взрывать, какие-то там чуть ли не гражданские объекты для того, чтобы оттянуть туда вагнеровцев. Потом были публикации о том, что Украина запускала беспилотники, значит, в Москву, в Кремль и так далее. Ну, у меня, если честно, множество вопросов по поводу этих вот беспилотников, которые якобы были украинскими. Так, как они в Кремль могли долететь? Как они вообще до Москва-Сити могли долететь? Украины. То есть тут вопросы, но раз уж, как Вашингтон пост пишет, они, как говорится, не обманут. И теперь, значит, вот, мол, украинцы еще и стояли за всеми убийствами, вот, мол, там, гражданских лиц на территории России. Опять же, у меня возникает один простой вопрос, да, то есть если нам пытаются рассказать о том, что украинские спецслужбы действовали по принципу МОСАДа, да, и собирались вот уничтожать тех лиц, которые ответственны за войну в Украину, тогда у меня вопрос, да, кто, кому нужен был Дугин, условно, или его дочка, да, кому нужен был журналист татарский, да, то есть это люди никто. Ну, давайте говорить откровенно. То есть если бы планировались какие-то операции по уничтожению людей, принимающих какие-то решения, то это была бы условно операция против Пригожина или того же Уткина, там, да, или операция против каких-то российских генералов. Ну, то есть я бы тогда понимал бы суть. А тут нам пытаются рассказать о том, что украинские спецслужбы убивали, решения не принимали в медиапространстве, ну, давайте говорить откровенно, не играли никакой роли. В чем суть, да? А суть заключается в следующем, что когда вот показывают подобные вещи, а я напомню, что тогда россияне сразу говорили о том, что это все украинские спецслужбы и так далее, да, Украина опровергала это, то когда вот об этом пишут американцы, то таким образом это прекрасный повод рассказывать следующее, что видите, вот Украина опровергала, значит, то, что вот убивали там, условно, там, Дугину, этого журналиста и так далее, да, так значит, Украина же все время врет, а значит, никакие, к примеру, российские ракеты не прилетали ни в какие дома жилые, это значит, Украина тоже врет, то есть Украина постоянно врет, то есть это прекрасно, это вот подобные вещи, да, дают возможность для не только кремлевской пропаганды, но и там для западной, да, показывает, что Украина очень часто врет, что вот втихаря происходили какие-то вещи, за которыми стояла Украина. Можно рассказывать о том, что Украина взорвала Каховскую ГЭС, просто, ну, как бы, это же тоже можно было воспринимать как некую операцию, да, может, хотели, мол, там, российские войска затопить, да, можно рассказывать о том, что Украина Запорожскую АЭС хотела взорвать для того, чтобы свалить вину там на Россию и так далее, да, то есть это механизм манипуляции. И у меня, если честно, большой вопрос, имела ли Украина не только отношение к этим спецоперациям, но и к беспилотникам, якобы, прилетающим в Москву, и к каким-то партизанам, которые куда-то ходили, и даже имела ли Украина вообще отношение к крымскому, тем этим вещам, которые там происходили. Погодите, сегодня же, сегодня же крымская платформа, Зеленский выступил на крымской платформе, сказал, что мы пока еще не весь Крым берем под огневой контроль, но мы его освободим, и понятно, что скоро, скоро, ну, как обычно, крымская платформа. И в этот же день представитель военно-морского, военно-морских сил, Плетенецкий, кажется, да, вот он говорит, что, ну, пока рано взрывать Крымский мост. То есть, ради забавы этого делать никто не будет, но вот придет время, когда будет нужно, мы, как бы, ликвидируем этот Крымский мост. Ну, это уже, как бы, официальное заявление. Знаете, у меня уже, вот, вот, больше года, вот, когда я смотрю на все вот эти истории, у меня все время ощущение, что, вот, все вот эти вот диверсии, да, которые якобы делала Украина на территории России, на самом деле, это все спецоперации ФСБ, ну, за которые, конечно же, мы берем ответственность на себя, по какой причине тут вопрос, как бы, другой, но спецоперации ФСБ для того, чтобы показывать российскому обществу, что, ну, вот, не так все просто с войной в Украине, потому что Путин же тоже готовит россиян к тому, что будет заморозка войны. И если бы была картинка того, что никак эти условные действия не перемещаются на территории там, или России, или захваченных Россией территорий, то общество российское не поняло бы, какая заморозка войны. При чем тут заморозка войны? Мы можем же еще, как бы, там, десятками лет воевать, значит, надо наступать на Киев, там, захватывать всю Украину, вот так далее, да? А Путин, который вот этот вот сценарий по заморозке войны согласовал вместе с Байденом, он же тоже должен показывать. Надо показывать россиянам, что, видите, украинские беспилотники в Москву долетают. Видите, партизаны ходят постоянно, видите, какие-то украинские диверсанты, Крымский мост даже могли взорвать, украинцы, там, украинские дроны, корабли военные взрывают, ракеты там в Севастополь прилетают и так далее. То есть надо показывать россиянам, с одной стороны, что затрагивает российское общество война, а значит, самым подталкивать общественное мнение к тому, что войну надо заканчивать, ну и плюс объяснять еще и российскому обществу, почему, собственно, Путин запускает ракеты, почему Путин по Украине, почему Путин начал войну, потому что, видите же, какими методами Украина. И, опять же, вот эта публикация в Вашингтон-Пост, это же прекрасно, чтобы рассказывать, опять же, россиянам о том, что, вот видите, какая Россия террорист? Вон, американцы признают, что украинцы тут действуют террористическими методами, а Россия не действует террористическими методами. То есть мы, на самом деле, наблюдаем согласовую информационную игру Вашингтона и Москвы. То есть это все делается совместно, принуждая Украину к заморозке войны. Почему? Потому что вот эти вот публикации, которые появляются в западных СМИ сейчас, как раз в канун рассмотрения выделения военной помощи Украине, они же показывают американскому обществу, показывают американскому политикуму, да, что вот не такая вот, мол, Украина и жертва. Вот видите, какие вот они вещи делают, там, переходят черту, там, делают какие-то там, ну, вещи, которые могут привести к какому-то там столкновению там, Запада и России, чтобы даже ЦРУ, можно сказать, в шоке от этих вот спецопераций, которые там проводят украинские. Ну, как бы в шоке, но помогать не перестали. Тут тоже там такой... Ну, подставляя, ну, можно сказать так, что подставляя вот тут американцев, а оно нам надо, а значит, соответственно, если подобными методами действует Украина, то, значит, эту войну надо заканчивать, потому что вот ребята как бы совершенно распоясались и кто знает, что им там в голову придет. Сегодня взрывают, условно, Духину, а завтра они там попытаются, может, там, Путина убить или там, не знаю, ракету запустят американскую где-нибудь, разместят ее на границе, там, где-нибудь в Сумской области, да, из Сумской области на 165 километров атакам сам стрельнут, условно, куда-то там в какой-то российский город, потому что они же тут неадекваты. То есть, понимаете, вот что делают американцы. Они проводят кампанию по дискредитации украинского не только политического, да, но и военного руководства. То есть, они показывают, что, ну, как бы, да, Украина, понятно, но даже американцы, мол, уже не могут тут повлиять на украинских политиков и военных, которые уже тут какую-то просто дичь творят. Поэтому, значит, надо им прикручивать поставки вооружения, надо их усаживать там на заморозку войны, потому что, как бы, ситуация может выйти из-под контроля. Вот с чем связаны подобные публикации. Другого смысла показывать подобные вещи нет. Если бы действительно были бы вот эти вот операции, ну, скажем так, вот те спирты в реальности проводятся, да, они никогда не афишируются, никто не признается, никаких не бывает там вбросов СМИ со ссылкой на какие-то источники в ЦРУ и так далее, просто остаются определенные недомолвки, да, а вы там каждый догадываетесь, да, что на самом деле произошло. Ну, как, примерно, с взрывом Каховской ГЭС. Каждый себе свою версию, да, происходящих событий и вот и предлагает. Так и вы заметили, какая интересная параллель, когда вот эту больницу в ГАЗе, ну, бахнули, что сказали американцы? Мы против международного расследования, не нужно нам никакого международного расследования. Каховская ГЭС идентичная история. Международного расследования нет. Ну, это я все говорю к тому, что когда начинаются публикации и серии, вот мы точно знаем, кто за всем стоял, мол, значит, это Украина, значит, это начинается процесс такого, знаете, вот, прикручивания ГАЭК плюс. Это же сигнал сюда Зеленскому о том, что, ну, а мы можем какие-то еще другие вещи опубликовать. Вон завтра Вашингтон-Пост, например, там, со ссылкой на источники в ЦРУ расскажет о том, что, увы, Каховскую ГЭС взорвали. И да, и весь мир будет это обсуждать. А послезавтра скажут о том, что со ссылкой на источники в ЦРУ расскажут о том, что, к примеру, там, в Буче и в Ирпине не так все однозначно было. И непонятно, кто там стрелял. И такую версию могут вбросить, да. То есть, понимаете, манипуляция информации, да, пользуются, как бы, там, для разных целей. Если надо кого-то к чего-то принудить, можно создать параллельную реальность и все в эту параллельную реальность поверят. Я верю в одно, что украинские ракеты летали в Крым. Вот там, где летели ракеты, я понимаю, что это точно стреляла, как бы, в Украину. Все истории с дронами, диверсиями, беспилотниками, летающими на 800 километров и так далее, да, у меня вызывают вопросы, кто за этим на самом деле стоял. Илон Маск тут поражает всех очередными своими откровениями. Ну, во-первых, говорит, что там Третья мировая близится. Ну, говорит, что, смотрите же, россияне и украинцы, они же вот твои родные братья, это вообще одна семья. Ну, я уже не знаю, сколько в Киеве Тесл будут расписаны матом, да, в этот раз, но какую тогда роль играет Маск? Маск, наверное, просто плохо следит за деятельностью главы российского МИДа Лаврова, который сказал о том, что братским народом для России является северокорейский народ. Поэтому не знает он там ничего, на самом деле, про братские народы. Ну, а если серьезно, то Маск, он, я уже об этом говорил, да, он начинает свою политическую карьеру. Я так понимаю, что он хочет быть потом в администрации Байдена, не знаю, там, на какой должности, да, что вот он хочет быть с республиканцами и с Байденом, да. И вот он себя, господи, какие Байдены, с Трампом, то есть он с республиканцами и с Трампом хочет быть. И вот он делает такие вот тоже заявления, в принципе, в стиле Трампа для привлечения, как бы, внимания для того, чтобы быть на слуху, делать подобные, как бы. Но вбросы эти делаются специально, потому что они, опять же, дают дискуссии в американском обществе, и американцы начинают там, собственно, ну, как бы обсуждать, так вот может быть действительно не самый плохой вариант. В принципе, Маск, он движется в русле заявлений Трампа, которые говорят о том, что надо было, мол, отдать часть территории там Путину, и тогда бы вот не было бы, мол, никакой войны. Но, опять же, да, заявления Трампа надо с одной стороны делить на 10, потому что когда Трамп был президентом Соединенных Штатов, никакие территории Путину никто здесь не отдавал, я напомню. Да, никто никаких минских соглашений тут не выполнял там, и не давил, чтобы их выполнили. И вообще, как бы, когда Трамп был президентом, он просто, как бы, я так понимаю, кулуарно признал, что Донбасс и Крым у Путина остается, но больше Путину ничего в Украине захватил. И вот, как бы, вот четыре года они так и жили, ну, пока Трамп был президентом. Понятно, что сейчас, когда Трамп начал свою президентскую кампанию, он будет говорить там любые вещи, которые нравятся там избирателям республиканцев. Ну, есть вещи действительно логичные, да, о том, что, когда Трамп говорит о том, что если он был бы президентом, то не было бы войны. Да, это правда. Я уверен, что войны бы не было, потому что война в Украине началась с согласия Байдена, и реально ждал, пока Байден станет президентом, для того, чтобы начать полномасштабную войну, зная, что Соединенные Штаты не будут при Байдене Украине помогать. Какая-то странная история с заявлениями Пескова сегодня о том, что Россия может 10 лет просуществовать при санкциях, оно как-то связано с возможным приходом к власти Трампа в Соединенных Штатах Америки? Нет, мы продолжение вот этой вот линии, которая сейчас пошла во всех, как бы и западных СМИ, и со стороны западных политиков, где нас уверяют в том, что Путин готов к многолетней долгой войне. То есть надо нам сейчас всем на голову одеть следующий тезис, что Путин десятилетиями готов в Украине воевать, у него есть необходимые ресурсы, победить Путина невозможно, санкции на Россию не действуют, возникает вопрос, а готов ли за десятилетиями поддерживать Украину. И, соответственно, никто десятилетиями не готов, поэтому сейчас будут тезисы из серии, ну, как бы, извините, значит, надо выходить на заморозку войны, потому что десятилетиями готовы воевать, а мы, как бы, условно, не готовы. И в Украине же уже пошли тут всякие темники из серии озвучиваться разными нашими публичными личностями из серии того, что долг на, надо думать про оборону. Мы понимаем, что мы никогда не сможем Россию победить, у них больше человеческих ресурсов, больше снарядов, у них больше танков, у них больше флотов, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А потом, а если вдруг настанет момент, когда Россия пойдет в наступление, а у нас нету линии обороны, ну, собственно, начинается уже вот тихонечко-тихонечко так подводить украинцев к мысли, что тупиковая ситуация, что Путина победить мы не можем. Запад уменьшает нам поддержку, значит, надо выходить на какой-то компромиссный вариант. А что может быть компромиссным вариантом? Понятно, заморозка войны. То есть, и вот начинают сейчас активно-активно эту тему продавливать. Ну, соответственно, поскольку Кремль в этой информационной игре тоже принимает участие, идут заявления со стороны. Мы готовы, десятилетиями нам до ваших санкций глубоко наплевать. На самом деле, если такие санкции, как Байден ввел туда, в принципе, Путин десятилетиями готов воевать. Потому что это не санкция, это имитация санкций. Ну, давайте говорить откровенно. Вопрос в другом. Какие санкции будут, если там придет президент-республиканец? И вообще, какие будут расклады? Вдруг Украине там дадут больше вооружения, ведут какие-то реальные санкции против России. И, ну, как бы в Кремле это боятся. Поэтому и спешатся сценарием заморозки войны, пока президентом является Байден, у которого есть договоренности с Путиным. Хотя нам выстраивают параллельную реальность и рассказывают о том, что нет-нет-нет, надо успеть остановить войну до прихода Трампа, потому что если Трамп придет, он отдаст всю Украину. А пока есть Байден, то можно выйти на самые вот хорошие компромиссные договоренности с гарантиями безопасности на заморозку войны. То есть нас пытаются убедить в том, что заморозка войны это супер вообще как бы вариант, максимально выгодный. И именно только при Байдене мы это можем добиться, потому что Трамп потом вот всю Украину отдаст и, значит, соглашаетесь на заморозку войны как там наиболее приемлемый вариант. Ну вот выстраивается вот эта вот параллельная реальность. Я не уверен, что Путин на самом деле готов воевать десятилетиями. Это связано опять же с большим количеством ресурсов, которые в бюджет. Это связано с тем, что могут поменяться расклады, опять же, с приходом новых политиков Соединенных Штатов. И если там будут введены реальные санкции, то они ударят по российскому бюджету. Это уже будет как бы совершенно иная история. Россияне не хотят воевать, ну давайте говорить откровенно. И это показывает даже та социология, которую власть в России запускают, где там чуть ли не 80-90% россиян выступают за прекращение активной фазы боевых действий. Ну то есть это дозволенное властью сообщение о том, что россияне особо воевать не хотят. И да, можно рассказывать о том, что сотни тысяч россиян нагнали в Украину и так далее. Но это не значит, что сидеть условно. Да, это может одна история. Но желательно так, чтобы при этом не было наступательных действий Украины. Ну на такой вариант. Да, согласны. А это и есть заморозка войны. Но наступать никто не хочет. Ну то есть сказать о том, что там все умирать ради того, чтобы захватить полностью Донецкую область или захватить там условно Запорожскую область. Нет. В России как бы, ну желающих особо нет. То есть даже тех контрактников, которые набирают, их как бы сажают там на оборонительные укрепления. Они там бросают. Ну погодите, ну в Авдеевке вообще история принципиально другая. То есть там мясные штурмы, ну в кавычках, да, вот эти, которые, они отказались от того, чтобы там техника идти, потому что технику пожили в первый присест. А сейчас там идут, продвигаются. Дип-стейт сегодня публикует карты, где вот этот террикон смерти потерян, где ситуация усложняется. То есть они идут вперед. И тоже много потерь. И никого это не останавливает. Получается, россияне хотят умирать. Опять же, в масштабах всей линии фронта это мизер. То есть линия фронта тысячи километров. То есть то, что в одной точке происходит обострение, и там у России есть ресурсы, бросает условно там какую-то часть пехоты, это не значит, что у Путина есть такие возможности делать в других точках. Это так же, как у нас. Мы можем наступать в районе Работина, но там у нас сосредоточен, по сути, весь ресурс наступательный. В других точках мы не можем проводить подобного масштаба операции. Поэтому, по сути, мы не в той патовой ситуации, которая есть, что Путин не может захватить б***ь, и у него задача удержать, а наша задача отбить, захвачивать. Но у нас нет ресурсов для того, чтобы это быстро сделать. Вот это то, мы пришли к тому, о чем американцы говорили еще в прошлом году. Вот ваш корейский сценарий, когда тупиковая ситуация. Но опять же, все упирается в ресурсы. И Путин там, опять же, надувая щеки, рассказывая о том, что десятилетиями воевать, это вопрос. Путин хочет заморозить войну, так же, как войну хочет заморозить Байден. Потому что цели войны в Украине уже выполнены в рамках их договоренностей. Путин взял, в принципе, все, что ему надо, за исключением там каких-то территорий, которые не взял, готов закрыть на это глаза. То есть, условно, что не всю Донецкую область взяли до конца, там, условно, с Херсонской части вышли. Ну, окей, ладно, на это уже, как бы, глаза закроют. Не так они стратегические территории, да, по сравнению с теми уже на юге, которые захватили. То есть, Путину нужна заморозка войны. Байдену нужна заморозка войны. Потому что, ну, как бы, цели-то достигнуты. А что дальше Соединенные Штаты должны сделать? Дальше спонсировать Украину, помогать вооружениям? А зачем? Целей же нету. Цель заморозить войну. Поэтому и Байдену это надо. И вот сейчас, как бы, Украину к этому сценарию принуждают. Специально нам показали наступление пятимесячное, да, где, по сути, к сожалению, украинская армия не продвинулась очень сильно. И теперь нам вот, ну, убедили украинское общество в том, что ситуация, ну, видите, тупиковая. А теперь вот нас подводит к мысли, что, ну, значит, надо выходить на какие-то военные, опять же, военные, не политические договоренности, а военные. То есть, перемирие военное. Ну, военное, которое там, военное, которое станет, естественно, постоянным, как это планируется. Хотя, станет ли оно постоянным, вопрос. Потому что очень многое может измениться в зависимости от того, кто будет президентом Соединенных Штатов. Опять же, да, то есть, если Байден станет президентом второй раз, ну, какая гарантия того, что они с Путиным опять не договорятся, там, еще часть территории Украины, там, условно, Путину отдать в обмен, там, на какую-то помощь Путина где-нибудь, не знаю, там, еще на Ближнем Востоке. Вопрос. Если, условно, Трамп станет президентом, тоже вопрос, как может измениться ситуация. Если надо будет, условно, России подпортить жизнь, то республиканцы могут дать Украине достаточно большое количество вооружения и сказать, а теперь мы разрешаем, ну, начать настоящее наступление. Не такое вот дозированное, да, которое было при Байдене, а вот мощное наступление. И такой вариант может быть. Поэтому, когда я говорю о сценарии заморозки войны, это не значит, что это будет там на века, так как условно это, ну, или там, на десятки лет, так как это в Корее сделали. Тут еще там ситуация, что очень много может поменяться разных факторов, где от заморозки войны могут перейти к активной фазе боевых действий. Но будет понятно по тому, как будут строить линии обороны. Если сразу начнут там выстраивать вдоль линии разрешения, там, по 10 линий обороны, значит, в принципе, планируют уже замораживать, ну, как бы, на большое количество времени вперед. То есть это все будет ясно. Но в любом случае, опять же, все зависит от желания украинского народа и зависит от позиции украинского. И, ну, почти два года пытаются, на самом деле, власть эту заморозку так, этак. Ну, там разные странами впихнуть, ну, не готовы. Сейчас, ну, показав не особо успешное наступление, показав, как Запад нас демонстративно бросает, показав, что, собственно, Путин теперь готов десятками лет воевать, а мы никак продвигаться не можем. А это, соответственно, опять же, постоянные человеческие жизни и так далее. Возможно, да, а всеми вот этими методами, ну, там склонили часть украинского общества согласиться на там заморозку войны. Как она будет в ближайшее время, я думаю, мы увидим. Ну, смотрите, тут тоже, как бы, интересный момент. Армия же говорит, даешь больше людей на передовую. Мы не хотим защищать уклонистов, солдаты гибнут каждый день, нужны новые люди, правильно, что ловят и мобилизуют мужчин военкомы. Все так и надо делать, всех вперед, всех на фронт. Нам такую картинку демонстрируют от, там, командира роты Шевчука, например, да. Нам же говорят о том, что женщины тоже могут воевать. Ну, получается, что армия хочет воевать и армия будет давить на политическое руководство, чтобы продолжать освобождение и идти вперед. Получается, что опять ничего не получится у кукловодов, политиков. Ну, во-первых, все вот эти вот интервью, которые появляются, они все появляются не случайно. То есть, на самом деле, власть использует две страшилки, ну, для украинского общества, для того, чтобы принудить украинцев к заморозке войны. С одной стороны, надо показывать, что Путин готов, там, воевать бесконечно, у Путина бесконечное количество решений. Ну, собственно, то есть, то нам рассказывали, что у Путина все заканчивается, Путин умирает, российские войска бегут. Теперь уже диаметрально иная картинка, значит, могучий Путин, у которого ничего не заканчивается. Ну, как могучий, это слабый, конечно, Путин. Сердце стало позавчера или когда сообщили. Но ресурсы у него не заканчиваются. Сердце остановилось, а потом все-таки заработало. Ну, наверное, да. После звонка Байдена. Ну, смотрите, значит, то есть, это одна картинка, да, что Путина, мол, все хорошо, у него не заканчиваются ресурсы. И другая картинка, параллельная реальность, да. Наши военные, которые рассказывают о том, что большие жертвы, солдаты заканчиваются, где брать пополнение, непонятно. Там все тыловые крысы сидят, мол, по кабакам нормально себя чувствуют. Никто не хочет воевать. Вот эти две картинки специально активно показываются украинскому обществу. И, по сути, украинцам дается выбор. Ну, как бы, ну, или, значит, тогда мы должны идти на долгую, бесконечную войну с Россией, с бесконечными жертвами. Ну, как бы, всех будут мобилизировать, даже тех, кто там, условно, не хочет. И все должны идти на фронт. Без гарантии победы, потому что нам рассказывают, что даже если всех украинцев мобилизируют, все равно у Путина будет больше ресурс. То есть, дают посыл следующий, что вы будете умирать бесконечной цели. Потому что все равно не победить. Дается вот одна картинка, да? Ну, то есть, к такому выводу склоняются. Или второй вывод. Ну, раз, значит, такая ситуация, то может быть, тогда войны, может быть, тогда лучше сосредоточиться на линиях обороны, может тогда лучше тратить человеку ресурс не на наступление, а на, там, три линии обороны, где будут находиться наши военные, которые будут, там, с помощью, там, многоуровневых, там, каких-то окопов забетонированных, ну, так как, там, россияне сделали в Запорожской области. И, соответственно, но при этом будет прекращена активная фаза боевых действий. Вот и выбираете, да? То есть, по сути, все вот вещи, которые появляются в информационном пространстве, они не случайны. То есть, идет мотивация украинцев к согласию на заморозку войны. Так как вот социология, вот эту вот, которую вбросил офис президента, где уже, оказывается, 50% украинцев понимают, что победить Россию невозможно, потому что, с помощью ресурсов и при всей, там, западной помощи, все равно мы не сможем выйти на наши какие-то определенные условия. Ну, там немного не так, там, о том, что война будет долго, на десятилетия. Раньше верили в это, там, 20%, а сейчас 50, да? Нет, так там идет именно формулировка о том, что война будет долгой, но даже при поддержке Запада мы не можем выйти на приемлемые для нас условия, это ключевое. То есть, там вдалбливается мысль, о том, что даже если война будет десятилетия, то все равно мы не сможем получить приемлемые условия. А что у нас приемлемые условия? Ну, это одно. Там, выход на границы, там, условно, 91-го года. То есть, и вот таких вот украинцев уже в два раза больше, чем было в начале года. Мол, значит, из чего украинцы должны сделать вывод, что вот, видите, вот мы же посмотрели на наше наступление, поняли, что ничего не продвигается, и вот уже все больше и больше украинцев сомневается. Мало того, поскольку у нас социология всегда мотивирующая, я в социологии не верю никогда, то, значит, суть вот этой социологии, которая вбрасывается для того, чтобы создать, опять же, параллельную реальность в сознании украинцев. Потому что есть там, ну, большое количество людей, которые, возможно, так думают, но так, мол, не высказываются. А тут вот, когда они видят такую социологию, понимают, что, значит, ну, они не такие, и вот таких вот больше, кто считает, что вряд ли Россию можно будет победить. Соответственно, это даст людям смелость отстаивать эту позицию там где-то в соцсетях, там, ну, и начинается вот этот вот срач в украинском обществе, где начинают люди задавать вопрос, так какой же смысл тогда продолжать войну, если мы понимаем, что мы в этой войне не выиграем. Так может, не такой вот плохой вариант, там, подумать об обороне, но, как говорится, от обороны как раз вот и перейти к активной, ну, к прекращению активной фазы боевых действий. Потому что, манипулируя вот этими всеми соцопросами и тезисами, власть везде говорит, что прямых переговоров с Россией не будет, и Украина никогда не признает потерю своих территорий. Ну, это правда, не будет прямых переговоров, и Украина не признает. Но оно и не надо Путину. Путину надо подписание договоренности о заморозке войны, так, как было сделано между Южной и Северной Кореей. Там тоже никто ничего не признавал. И даже скажу больше, Южная Корея не подписывала эти договоренности. От их имени американцы подписывали. И вот этот документ уже действует десятками лет. При том, что войну никто, ну, прекратил, никакого мира нет, никто не признал потерю никаких территорий. Вот такой вот сценарий предлагают и нам дальше. Давайте вспомним, к примеру, те же Минские соглашения. Там тоже никто ничего не признавал. Суть Минских соглашений была в прекращении активной фазы боевых действий. Все остальное это было фуфло. О чем, ну, как бы, изначально было понятно. Невыполнимое. Ну, и никто, никто не выполнял, да. Поэтому, что, там, невыполнимое никто не выполнял. Еще одна новость, которая так донеслась из Китая официально. Ли Шанфу, министр обороны Китая, снят с должности. Интересный поворот. Его с 29 августа никто не видел. Говорят, обвиняют в коррупции. В общем, нет его. Что мы в последнее время помним о Ли Шанфу? Он ездил в Москву, отдавал честь Путину, встречался с Шойгу. А еще, еще, Лой Тосин с ним хотел перетереть, встретиться. На что был ответ, мол, как мы с вами встретимся, если, ну, Ли Шанфу под санкциями. Поэтому, мол, снимайте санкции, тогда и встретимся. Получается, сняли не санкции, а самого Ли Шанфу. Очень интересный поворот, потому что Ван Имчийца на этой неделе в Китае, в Соединенные Штаты. Также все как-то вот причаились и смотрят, а что же будет на Мальте с точки зрения там продвижения формулы мира и новых обстоятельств. Дмитрий, я вот так задам вопрос. Глобальная договоренность возможно? И кто с кем будет договариваться о заморозке, о которой мы с вами сегодня говорим? Так дело в том, что глобальные договоренности давно уже достигнуты. То есть они есть. Мы наблюдаем реализацию. Та же история, как на Ближнем Востоке. Когда мне говорят, так кто же там с кем договориться? Я говорю, уже все заранее. То есть сначала договоренность, как, что будет проходить и на какие будут выходить договоренности, потом начало войны. Не наоборот. Оно как это должно быть, что Путин может взять и на какой формат все в итоге выйдут. Потом Путин начинает войну. Соответственно, сценарий заморозкой войны, он согласован уже давно. Но опять же, надо этот же сценарий как-то, говорят имени культурным словом, впарить всем. То есть надо же всех убедить, что это не какая-то договоренность, где там сели дяди и порешали условно судьбу Украины. А нет, это же результат войны, это результат сложных дипломатических переговоров, это результат влияния кого-то на кого-то. И, соответственно, в рамках вот этой всей драматургии и начинается там визит в начале года Си Цзиньпина в Москву, его там презентации мирных соглашений. То есть, по сути, это презентация публичной презентации войны от имени Китая как бы состоялась. Хотя, опять же, Китай презентовал те договоренности, которые есть между Вашингтой и Москвой. Дальше вот это вот балаган с вот этим саммитом мира, который начался. Я еще задавал вопрос. Ребята, какой саммит мира, который готовится до того момента, как начинается наше наступление? То есть мы еще не начали наше наступление, где мы рассказываем о том, что мы выйдем в Крым в лучшем случае, а вы уже готовите саммит мира, где рассказываете о том, значит, как там все будут жить уже в поствоенное время, как там, мол, Россия будет какие-то репарации платить, там, как Путина будут наказывать, как еще там что-то. Соответственно, оно так не работает. То есть должно быть или одно, или второе. Когда начали продвигать вот эту вот историю саммита мира и одновременно с гарантиями безопасности для Украины, то стало понятно, какой продвигают сценарий. То есть сценарий прост. Заморозка войны в обмен на гарантии безопасности для Украины со стороны большой, там, этой, как у нее, там, семерки со стороны, там, разных государств, далее, какие-то финансовые помощи, которые Украина будет получать. Но заморозку войны надо же ее обернуть в какой-то пакет, чтобы никто же не догадался, что это какая-то зрада и договорняк. Поэтому заморозка войны должна происходить параллельно с какими-то важными дипломатическими переговорами, где будут какие-то страны, которые будут настаивать на том, чтобы Путин согласил заморозку войны и так далее. Поэтому, соответственно, то есть с одной стороны будут военные переговоры о прекращении активной фазы боевых действий через посредников, с другой стороны будут проходить вот эти вот типа дипломатические переговоры, где, к примеру, нам будут рассказывать о том, что то, что вы видите с прекращением активной фазы боевых действий, это просто незначительный элемент. Вы на это не особо обращайте внимание. Это, мол, некое условие для того, чтобы дальше вот этот вот глобальный саммит мира принудил Путина оставить украинские территории. И вот, мол, к примеру, какие-нибудь посредники, которые там представляют Россию, к примеру, или Китай, говорят о том, что, ну вот не можем мы вот здесь этот диалог в рамках саммита мира, пока вот не будет какой-то там условно компромисс сделан для России. Вот давайте вот, мол, там остановим пока активную фазу боевых действий и начнем мирные переговоры, начнем там обсуждать формулы мира Зеленского, будем там думать, как на Путина давить, и тогда даже у всех все ничего не получится, все не договорятся и так далее, но это уже никого не будет интересовать. Главное, что под шумок всей этой истории будет подписано соглашение о прекращении активной фазы боевых действий. То есть вот эти вот эмиров, которые должны состояться, они все вот это вот прикрывает ту реальную цель, которая есть с подписанием заморозки войны. Вот. Просто, ну нельзя же, если просто вот сказать о том, что мы там, мы остановим войну в виде заморозки. Да, за счет территории Украины, да. Да, сразу же, ну сразу же все очень возмущаются, поэтому надо всех обмануть и сказать о том, что никто никому ничего не отдает. Мы просто временно останавливаем войну для того, чтобы сичем как большого переговорного процесса, где все участвуют, заставить Россию выйти с украинских территорий. Понятно. Ну вот такой вот хитрый план придумали. А как продолжать? Тут третья мировая на Ближнем Востоке начинается. Ну, нормальный повод, нормальный повод, что вот... А там уже не до Украины, как говорится. Дальше у нас, да, у нас Ближний Восток. Ну вот примерно так. Я еще, если честно, я не до конца понимаю, как они хотят, ну, это все обставить, но я четко понимаю, что есть привязка именно с саммита мира и к прекращению активной фазы. Что будет раньше и как они это все нам, ну, красиво подадут для того, чтобы всех обмануть. Это уже как бы иная история, но мы это в любом случае умеем. Вы же видите, вот Стамбул 2, Стамбул 2, а не раз, нет, давайте на Мальте встретимся. Теперь не в Стамбуле будет встреча, вот это, ну, как бы продолжение джиды, а теперь на Мальте. Ну, это такой момент. Друзья, я всех призываю подписаться на Дмитрия Корнечука, сделать это можно по описанию, ну, в описании к этому видео, там есть упоминание автора, можете кликнуть, перейти и попасть на канал Дмитрия. Там интересные блоги. Думаю, что нужно, скажем так, поддержать Дмитрия в развитии его YouTube-канала. Давайте это сделаем, переходите, слушайте и следите. Ну и финальный вопрос нашей сегодняшней встречи. Знаете, я вот, конечно, я очень интересно по поводу выборов, но я его, ну, в Украине, да, вот, выборов, вот этих всех технологий, сейчас там заговорили о Зеленской, а пойдет, не пойдет Зеленский, а будут выборы, не будут, да, как будут, а вообще, что, чего нам ждать. Но я хочу сюда присовокупить сегодняшний, ну, такой, достаточно интересный эпизод. Коломойского обрили, Дмитрий. В СИЗО есть услуги парикмахера, Коломойский уже пошутил, сказал, что все за счет заведения, ну, то есть, не платит парикмахеру Коломойский, который находится в СИЗО. В общем, подстриженный, в куртке, ждет там очередного решения суда на очередную апелляцию. Пришла известная журналистка 1+,1 Алла Мазур, хочет взять на поруки Игоря Валерьевича. Депутат пришел от Слуги народа, говорит, что нужно помнить, что сделал для страны Коломойский в 2014 году. В общем, очередной, скажем так, раунд, да, вот, апелляции Коломойского. Как вам кажется, Коломойского выпустят раньше в Украине или выборы пройдут? Ну, смотрите, ну, во-первых, я не переживаю за Игоря Валерьевича. То есть, если он сидит в СИЗО, значит, так надо. То есть, значит, надо имитировать картинку для американцев, что он тут очень страдает. И вот его тут как раз показывают на этих всех апелляциях, где он, видите, там с грустным видом сидит и всячески имитирует, как он страдает, ну, для того, чтобы все поверили, что тут Зеленский проводит страшные ужасные репрессии против Коломойского. Ну, как бы, это все понятно. Я думаю, что, скорее всего, Коломойский выйдет или... Ну, тут вопрос следующий, да. Коломойского надо спрятать на время вот этих вот событий, которые сейчас будут проходить там по зраде, по подготовке к заморозке войны. То есть, Коломойский должен, как бы, нигде, в принципе, не мелькать. Мало того, он должен не мелькать, учитывая, что сейчас американцы кричат о том, что тут в Украине коррупционеры все и так далее. Поэтому надо имитировать, что он тут очень страдает. То есть, то, что он выйдет из СИЗО, я в этом даже не сомневаюсь. Когда надо будет ему выйти из СИЗО, мы тоже увидим. Я думаю, что он сам регулирует процессы и он прекрасно знает, когда надо. То есть, пока не надо. То есть, сейчас будут происходить такие события, что, как говорится, Коломойскому лучше просто исчезнуть с информпространства, чтобы о нем никто не вспоминал. Он, наверное, сидит себе в СИЗО, СБУ. Там, в принципе, я думаю, не особо он страдает. Опять же, если мы говорим о вопросе выборов, привязки к этому Коломойскому и так далее, я бы это просто разделил. Выборы, ну, во-первых, я четко скажу, что Зеленский не будет второй раз президентом. Это 100%. Так же, как второй раз президентом не был и не собирался быть Порошенко. Главная проблема сейчас в офисе президента – это придумать как… Нет, две у них проблемы. Первая – кого им двинуть преемником Зеленского, чтобы этот человек гарантировал Зеленскому безопасность, так как Зеленский гарантировал безопасность Порошенко. Потому что, как бы, понятно, что там можно договариваться с американцами, с русскими и так далее, но, как бы, у тех мнение может поменяться, но все равно все упирается в личность президента. Но вот обратите внимание, да, у Порошенко же все нормально. И не прикрывают его, на самом деле, никакие американцы. Ну, не прикрывают его, ну, давайте говорить честно. Его прикрывают здесь. То есть его прикрывает Зеленский и его ближайшее окружение. Значит, соответственно, Зеленскому на смену надо подобрать такого президента, который гарантирует безопасность уже Зеленскому и его окружению. Это раз. Дальше. Когда провести выборы? Несомненно, Зеленскому бы хотелось провести бы выборы как-нибудь до заморозки войны. Но оно не влезет так. Ему, конечно, бы хотелось это сделать бы. А как это реализовать? Большой вопрос. Да, конечно, хотелось бы провести выборы, уйти с должности президента, а потом тот, извиняюсь за выражение, лошара, который станет преемником, возьмет на себя подписание заморозки войны. Но, как бы, я сомневаюсь, что тот, кого подъехал, готов на себя брать подобную ответственность. То есть это обнулить свой рейтинг, сразу став президентом. Поэтому все-таки придется при Зеленском, скорее всего, выходить на заморозку войны и, соответственно, американцы тоже это требуют. Потому что Зеленский, ну, не до конца выполнил свои обязательства по 24 февраля. Да, он, ну, мы же понимаем, что он не просто так украинцам, что войны не будет. Не просто так, делал так, чтобы российские войска спокойно зашли везде, где им надо было зайти. Сценарий там был, ну, как бы, несколько иной. И вообще все вот смеются по поводу шашлыков на майске. А я не смеюсь. В этом был, на самом деле, резон. Потому что к майским по плану в Украине все должно было закончиться. Причем без большого количества жертв. То есть россияне должны были зайти, занять территории. Мы тут должны были торжественно капитулировать, признать, ну, условно сказать, давайте референдумы там проведем. Там, конечно же, мы провели референдум и все захотели в Россию. Ну, понятно, да? И вот такой сценарий. И к маю, как раз к маю, к 9 маю вся эта история должна была закончиться, 22-го года. Так вот оно планировалось. Поэтому, как бы, по поводу шашлыков на майске, ну, тут не так и, как говорится, врал нам всем Зеленский. Ну, опять же. Но сценарий поломался. И пришлось выдумывать иной сценарий с заморозкой войны. И с меньшим количеством территорий, которые в итоге Путин взял. Ну, не критически меньшим, но меньшим, да? Но и сценарием заморозки. И Зеленский, он, конечно, хочет пропетлять. И очень бы ему, конечно, хотелось, чтобы это не он, ну, не при нем была эта вся история. Но придется ему быть президентом, когда состоится заморозка войны. Он не будет подписывать. Мы это прекрасно понимаем. Не зря же Путин рассказывает про то, что Зеленскому документами запретили что-то подписывать. Путин никогда просто так ничего не говорит. То есть он акцентирует внимание на то, что не будет никаких переговоров с Зеленским. То есть будут переговоры через посредников и подписываться на уровне там не здравообороны или там генералов. На таком уровне будет перемирие подписываться. Временное, опять же, военное перемирие. После этого в Украине будут проведены выборы, где Зеленский торжественно или не пойдет на выборы, что скорее всего. Но торжественно. Или пойдет в качестве неэкономологического кандидата, как разыграли Порошенко с Зеленским, и проиграет во втором туре. Но я почему-то думаю, что он, наверное, постарается не пойти. Вот почему-то у меня терзает такое вот смутное сомнение. И вот два ключевых сейчас вопроса на Банковой. Кого подобрать? Преемником Зеленскому. И удастся ли пропетлять или не удастся провести выборы там после заморозки войны или до заморозки войны. Вот этим они сейчас как бы в первую очередь и заняты. Ну а Коломойский, а Коломойский выживается и не мелькает, потому что сейчас время не отсвечивать. Хорошо. Так а Зеленская откуда взялась? Послушайте, ну, помните, когда Порошенко шел в президенты второй раз, и я тогда еще смеялся, говорил о том, что это все имитация на самом деле, он как бы в президенты не собирается. Тогда были вбросы о том, что перед тем, как он заявил о своем баллотировании, о том, что может Марина Порошенко пойти, ее там раскручивали и еще так далее. Я думаю, в офисе президента пытаются раскручивать сейчас жену Зеленского под, возможно, некий политический проект, который объединит в себе остатки этих дохлых в плане рейтинговым слух народа. Возможно, они попытаются вместе с ней завести какой-то проект. Кстати, Порошенко собирается в следующий парламент и вести свою жену тоже. Ну, то есть раскрутка Марины Порошенко продолжается. Поэтому, возможно, там политтехнологи банковые рассматривают вариант жены Зеленского в качестве одного из лиц политического проекта на парламентские выборы. Но это все уже не важно, друзья. На самом деле, ключевое в том, что Зеленский не собирается второй раз быть. Он не может об этом прямо сказать. Я вот постоянно говорю о том, что не могут политики в Украине сказать о том, что они готовы отказаться от власти. На них сразу ставится крест. Причем как в Украине, так и на Западе условно. То есть ты уже дохлая утка. Ты должен постоянно демонстрировать, что ты зубами будешь бороться за власть, что ты никому власть не отдашь, что ты будешь два-три президентом, и все должны быть уверены в том, что ты как бы силен как никогда. И это имитирует Зеленский. Да, ему, конечно, сложно это делать. Он как бы с последних сил там держится и делает из себя некого такого сильного президента и так далее. Но ему дотянуть, как говорится, еще немножечко. То есть не так долго осталось до тех сценариев, которые должны быть реализованы. Ну, а я думаю, что мы и станем свидетелями, что произойдет условно раньше. Я не включаю вариант, что могут быть проведены выборы и без заморозки войны. То есть это легко сделать. Для этого достаточно несколько месяцев просто не стрелять на линии фронта. То есть такие могут быть договоренности там условно между Вашингтоном и Москвой, и Путин просто перестанет стрелять. Другое дело, что украинское общество может, ну как бы, не очень такие выборы воспринять без подписания там официально, ну каких-то документов о прекращении активной фазы боевых действий. То есть у нас на самом деле возможно все, но опять же в рамках неких сценариев дозволено. Да, то есть вроде бы все, но не все. Возможно все, но не все, да. Но в любом случае мы должны будем наблюдать президентскую кампанию, потому что это будет один из элементов отвлечения внимания от состоявшейся уже заморозки войны, которая произойдет. То есть украинцев сразу надо будет переключить на некую другую тему. То есть вот президентская кампания, там внутренний срач, кто зрадный, кто не зрадный, кто предал, кто не предал, замечательно. В ближайшие там условно три месяца новая тема этим как бы и занимайтесь. И еще важный момент. Очень многое зависит от того, как хочет свою избирательную кампанию зайти Путин. То есть если Путин хочет президентские выборы в России провести как человек, который добился цели, тогда состоится заморозка войны. Россияне это подадут как капитуляцию Украины. Мол, все цели достигнуты, все захвачено, и Путин победитель. Если цель зайти будет в избирательную кампанию как президент продолжающейся войны, условно, то есть что мы там никаких актов доброй воли, мы идем на Киев. Ну да, что-то по типу Кадырова, который говорит, давайте сделаем выборы с одним Путиным кандидатом единственным, и как бы вот ему доверие новый выпишем, проголосуем за него одного. Да. Ну тогда это будет другой сценарий. То есть россияне тогда будут делать вид, что они идут в наступление, и, собственно, вот под это наступление будут проведены выборы в России, и вот Путин такой вот воинственный. Но тут есть проблема, опять же, да. Лучше, как мне кажется, учитывая ту социологию, которую уже показывают россиянам, заходить в заморозка войны. Потому что нюансы, да, то есть заходить в президентскую кампанию, находясь в обороне, ну да, можно там пройти в наступление где-то там в Донецке, но в Запорожской этой области или в Херсонской россияне находятся в обороне, да, то есть заходить в избирательную кампанию, находясь в обороне и якобы там боясь Украины, ну потому что, когда ты сидишь в обороне, значит, тебе страшно, а не там, когда ты наступаешь, да, это, ну, не очень может сыграть как бы на имидж Путина. Поэтому тут, понимаете, есть много нюансов, на которые завязаны как раз вот то, состоится ли там условно выборы в Украине или там до заморозки войны или после. Но судя по ускоряющимся событиям, судя по тому, как все начали шевелиться, мне кажется, что заморозить войну хотят все-таки там то начало избирательной кампании президентской в Украине, которая начинается, я напомню, с января. Угу, ну то есть до конца года все станет понятно в этом направлении. Мы увидим. Дмитрий Корнечук был моим собеседником сегодня. Дмитрий, я благодарю вас за ваше время и ваши мысли. Спасибо большое, что посмотрели это видео, друзья, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь, если не подписаны, и увидимся обязательно. До скорого.